Хавал H6 третьего поколения с интересным салоном. Черный хавал. На одном из видео я вам показывал уже такой хавал, но полностью, как он, Black Edition комплектация. Там чуть-чуть по-другому она называлась. На черных дисках он был и по минимуму хром. Здесь обычная комплектация черной краски и вот такой интересный салон. Красный. Он не совсем красный, он бордой идет. Наверное, для ценителей те поймут, что это не красный, а именно бордовый. И для ценителей это звучит и смотрится уже по-другому. В сочетании с черным автомобилем вспоминается анекдот про гинеколога. Поэтому, кто этот анекдот знает, можете даже написать его в комментариях. Качество сидений, качество салона, изготовление все такое же, как и на моем белом варианте хавала с черным салоном. Кстати, был у меня выбор на то время, когда я приобретал, купить именно с вот таким вот салоном, с бордовым. Ну, почему-то не захотел я никакие цвета выбирать. Белый в черном и черный в белом взял и все. Ну, для разнообразия можно было бы такое что-то взять. Но, что купил уже, то есть. Смотрите, накладка в этом авто, именно с такими вот бордовыми сидениями, идет накладка на панель на торпедо, мягкая. Тоже такая, как вроде бы под борду. Она не такая яркая, насыщенная, как сами сидения, больше к коричневому. Ну, так она, не броская, в глаза не бросается. То есть, раздражать как бы не будет. Такой прикольный вариант. Сидения с подогревом, с вентиляцией, все то же самое. Вот чего, наверное, не хватает в этом автомобиле, именно черном, с таким вот салоном, это чтобы был черный потолок. Хотя бы какой-нибудь темный. В идеале, конечно, черный. Но вы видите, что белый и нет варианта. Именно Хавала И6 третьего поколения не видел я с черным потолком. Может, с завода есть возможность как бы под заказ сделать. Но в Украину не поставляются с черными потолками, никакие комплектации. Если И6 второго поколения, то был вариант заказать с черным потолком, там, кажется, в коричневом цвете. Здесь чисто белый. Но вот, когда все такое темное и белый потолок, ну, хотелось бы, конечно, чтобы он был черный. Было бы как бы поприкольней выглядела панорама огромная. Люк открывается, вот эта часть полностью. Все, в общем-то, так же. Задний ряд так же прикольно смотрится в таком цвете. Ну, как бы необычно. Глаз потом, конечно, привыкает к этому всему. Но вот так посмотреть просто прикольно необычно. Ну, это все. Никаких изменений. Все так же. Мультимедиа. С мультимедиа много функций включаются. Основные кнопки. Вот здесь селектор переключения. Робот с 7-ступенчатый, с двумя сцеплениями проверенный. Этот робот ставится везде сейчас. И на Jaleon, и на M6 идет. На вот этот, который последний пришел, собрали. Который бюджетный вариант Хавала. И на вот этот вот Хавал третьего поколения. И на второго он ставился. Есть машины, которые попроходили по 150 тысяч километров. Лично я знаю Хавалы И6 второго поколения. Именно с таким роботом. То есть все нормально. Недостаток руль. Ну, многие говорят, что руль тонкий. Да, это если сравнивать. Если ты пересаживаешься с автомобиля сразу, у которого руль потолще. То как-то странно этот руль выглядит. Но ты привыкаешь к нему. Я скажу, что за этот руль ты сильно хвататься не будешь. Когда эксплуатируешь автомобиль. Потому что, в общем-то, функционально можно поставить настолько легкий его сделать. Что ты просто чуть ли не двумя пальцами его вращаешь. И также, если по трассе идешь. Я вам показывал, как работает Экруиз. Как работает функция подруливания помощник. Там тоже ты за руль чисто держишься. Просто держишь руль, чтобы у тебя был контакт с рулем. Автоматика, помощники все делают за тебя. В общем-то, авто умное. Помощники эти все можно использовать. Отлично они работают уже. Ну, проверено временем. Рояльный лак, да. Это беда не только этого автомобиля. Более современные и корейские, и японские. Все сейчас страдают этим рояльным лаком. Вот здесь, именно в тех местах, где соприкасается. И рука. Ну, то есть, надо ухаживать или обклеивать. Кстати, на Алиэкспрессе уже есть готовые полностью комплекты. Вот вырезано все. Ты получаешь. Очень удобно сзади. Китайцы вообще завоевали, начали завоевывать рынок своими автомобилями. В том числе и рынок Украины. Ценами, во-первых. И, во-вторых, что автомобиль высокий кроссовер. Ты покупал за деньги, за которые ты не купил бы другой марки такое авто. Плюс кузов большой и вместительный. В H6 второго поколения также было много места сзади. Сиденье вот сейчас отодвинуто полностью. Назад. Спинка. Ну, в полулежачем я состоянии сижу. И здесь очень много места остается еще. Впереди много места для высокого человека. Рост там 2 метра. И сзади еще остается место для так же высокого человека. Вот что почему-то в этом поколении не сделали они возможность регулировать спинку в нескольких положениях. Здесь просто, просто или же сложенные сиденья, или же спинка разложена. Наклон не меняется. Оставили хорошо. Подлокотник с подстаканниками. Ну, он простой, без всяких фиксаторов такие вот есть. Резиново-силиконовые для удержания стаканов. Тут все как бы простенько. Кстати, сиденья также с подогревом задней. Вентиляции нету, но подогревы есть. Трехступенчатый подогрев. И два USB-A. Не один, как идет в дешевых моделях автомобилей. Там, китайских. Один просто ставят. USB-A. Но сейчас Type-C, правда, добавляют. Здесь два USB-A. То есть, два человека рассчитано сзади сидит. Две зарядки. Две попы греются. И климат. Также ты можешь, он нерегулируемый. Но просто направлять, перенаправлять. Пассажиры могут. Карманы. Мощный кожзан такой идет. Я уже проехал на своем 24 тысячи километров. Около 25 уже. То есть, ну, ничего. Все оно работает. Не пересыхает. Не перемерзает. Все как бы отлично. Салон прикольный. Вот смотришь. Особенно, когда новое авто. Вообще прикольно смотрится. Не хватает черного потолка. Вот не хватает. Было бы, конечно, совсем другой эффект. В Украину идет комплектация заднее тонированное. Это завод. Переднее нетонированное, заднее. Можно дотонировать передок. Ну, я ничего не делал. Вот как получил, так и заднее стекло. Также тонированное. Это очень хорошо, что заводская комплектация идет с тонировкой. Камеры 360. То есть, здесь это помощник. Без камеры я уже не знал бы, как ездить на этом автомобиле. Потому что обзорность в нем, ну, как во всех современных авто, кроссоверах, обзорность не очень хорошая. Сидишь ты низко. Стекла маленькие. Зеркала помогают. Ну, и без камер уже, как бы, и без этих помощников, без парктроников уже никуда. Очень помогают. Спасали. Несколько раз сдавал назад. Люди перебегали перед автомобилем. И автомобиль автоматически просто останавливался перед людьми. Я не успевал среагировать. Он меня спасал. Велосипедист проезжал так же. Чуть я его не завалил. Если бы не помощник, то, ну, торкнул бы я его точно. Багажник в этом поколении уже сделан больше. То есть, они учли этот момент. Что в i6 второго поколения багажник был как, вот так, наверное. Настолько был меньше. Тут уже даже визуально смотрят, что он больше. Уже установили везде светодиодные лампы. В i6 второго поколения лампы накаливания еще были. По таким светильникам. В багажнике, там, в салонном светильнике были лампы накаливания. Здесь уже все, как бы, современно. Докатка осталась. Ну, и все так, в общем-то. Убрали они сабвуфер. Нету здесь сабвуфера. Некоторые моменты, то, что было в i6 второго поколения, они убрали, чтобы, ну, удешевить тем, этим же шавто. И добавили сюда полный привод. Это очень классно, что это авто полноприводное. И это очень классно. Зимой я проверил. То есть, пересел с переднеприводного второго поколения хавала на полноприводный третьего поколения. Ну, мне нравится. Это не тот полный привод, не полностью внедорожный. Это не джип, а именно городской. И он в городе, в городе, где-то на природу, ты съедешь на пляж. Он очень-таки помогает. Намного эффективнее, чем передний привод. Это понятно. Просто после этого автомобиля уже, как бы, рассматривать передний привод опять назад. Покупать авто с передним приводом. Ну, уже нет желания особого. Электропривод на багажник поставили. Тоже хорошо, да. На втором поколении я докупал, доустанавливал. Ну, вот что сэкономили на вот этом вот сенсоре ногой. Ну, в общем-то, и так. Хорошо, что привод есть. Ты можешь с брелка, с ключа открывать. Не доходя еще до автомобиля, например, идешь, ты на каком-то расстоянии, не помню, но на хорошем расстоянии. Ты просто берешь, два раза нажимаешь на кнопку открытия, и багажник, крышка открывается. То есть ты дошел, и уже багажник открытый. Также, например, ну, если кнопка грязная, также можно использовать просто кнопку на брелке. Ну, и ушел, отошел в сторону. Отходишь пока одним нажатием на кнопку. Закрывается. Какой еще минус? Смотрите, и это реально не очень хорошо, потому что, ну, неудобство вызывает. Например, ты хочешь закрыть автомобиль, а у тебя багажник открытый. Вот сейчас. Во многих уже ставят двойную кнопку. Рядом кнопка закрытия багажника вместе с закрытием авто дверей. В этом еще такого не сделали, ну, это элементарно, они все здесь. Смотрите, чтобы мне закрыть авто, ну, поставить на сигнализацию, мне нужно закрыть багажник. Сразу закрыть багажник. Если ключ у меня в кармане, и я просто хочу использовать бесключевой доступ, потом мне только нужно подойти и нажать сенсор. И тогда авто закрывается. Это все можно было вынести на кнопку рядом, где я вам показывал. То есть одним нажатием я закрываю крышку багажника и пошел. И автомобиль сам закроет двери. Не надо мне вот этих будет делать действий. Ну, или же в этом случае мне просто надо не подходить туда, а доставать ключ из сумки, который, ну, уже реально ключом ты не пользуешься. Он у тебя там или в кармане, где-то в сумке. И нажимать кнопку удаленного закрытия. То есть такие моменты есть. Вот, смотрите. Кстати, багажник можно открыть, чтобы при наличии рядом ключа, чтобы не открыть авто. Но закрыть авто с открытым багажником, видите, не получается. С кнопки. С кнопки также не получается. Поэтому тут вторая кнопка была бы идеальна. То еще из негативного пластик. Самый дешевый, что ни на есть, стоит. Но есть автомобили, например, Джак, тот, что типа Москвич там, то я видел еще материалы дешевле. Это получается, что в багажнике картон просто каким-то материалом обтянут. То есть ты берешь, упираешься, и он вот так проваливается. То есть можно сказать, что это не самый дешевый материал, который используют китайцы для обрамления багажника в автомобилях. Но этот пластик очень сильно царапается. В идеале продается вот такой вот карпет-материал, ворс, самоклейка. И многие владельцы Хавала H6 второго поколения, там тоже такой пластик стоит, снимали вот это все, и сами обклеивали карпетом. Получается, как с завода. Вот такое вот везде. Ну и тогда идеальный вариант. Оно не царапается, просто пропылесосил, почистил и все. А так, если что-то возишь, через время появляются царапины. Так же и здесь. Ну, проблема решается. В чат заходите в Телеграм, пацаны там вам подскажут, как и что. Вот такой вот бордо, крутое бордо и с панорамой. И черный бы потолок. Ну и черный цвет, опять же, на любителя. Смотрите, авто недавно мылость, просто вот утром дождь прошел. Все. Черный цвет, красивый, несколько минут после мойки. Потом, если город пыльный, если пыль, и не дай бог еще и дождь прошел, все. Вот так автомобиль будет выглядеть. По оцинковке авто полностью оцинковано. И вот такая толщина краски. Кроме крыши. Все хавалы оцинкованы, кроме крыши. Капот также оцинкован. Толщину лакокрасочного, видите, оцинковка. Оцинковка. Двери. Все здесь уже неоднократно прогрел я. Внутренние полости, видите, толщину. кстати, смотрю я, что-то поменяли они что ли? Поменяли что-то в процессе покраски. Так, 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 сейчас. Ну, толщина лакокрасочного стала больше. Или мне так кажется? Пишите в комментариях. Да. Да. Крыша черный металл. Крыша не оцинкована, но во всех хавалах так. А вот радует, что толщина краски, даже скрытой полости, оцинковка и толщина лакокрасочного поболее, чем даже в моем автомобиле. но это не то, что там не так перекрас или везде равномерно. Везде равномерно, одинаково слой потолще. Хотя, может, я забыл, скорее всего, я сравниваю с М6. В М6 реально лакокрасочное покрытие тоньше. Там как бы сэкономили. авто бюджетное, поэтому а вот в этом хороший такой слой. Двери качественные, с качественным звуком закрываются. Что еще понравилось, вот если сравнивать с предыдущим поколениях овалов, это к тому, что, как китайцы прислушиваются к пожеланиям, в больших диапазонах работает регулировка руля. В больших, чем это было в H6 второго поколения. Там также в двух плоскостях регулировался руль, но вот именно к себе и от себя такие еле-еле здесь они сделали это лучше и тем самым посадка за рулем стала получше. Есть свои моменты, к которым нужно привыкать. Вот смотрите, вот такое работает классно. Опять же, тут выбираешь, но я показывал в своих видео, здесь просто помощники и вот эти все очень классно работают. То есть, ты видишь, куда ты едешь. Даже если ты не пропустил момент, то авто само остановится, зафиксируется. Ты не попадешь на бабки. Помощники реально классно работают. На сегодня все. Такой вот автомобиль. Вообще, по китайским авто, какое у меня сложилось мнение после вот этих лет владения и то, что сейчас китайцы делают с автомобилями, я сниму отдельное видео. Расхваливать не буду, расскажу так, как я думаю по этому поводу. Ну, а так автомобилями пользоваться можно уже. Оставляйте свои комментарии по поводу того, что китаец или не китаец, сгниет или не сгниет. Где вы делись эти комментаторы? На этом месте я помню снимал свой первый видеообзор, когда приобрел хавалой 6 второго поколения синий. Пишите, кто помнит, кто смотрит с тех времен еще. Помните, сколько налетело комментаторов? Где вы сейчас эти комментаторы? Где вы сейчас? Особенно из той страны, где кроме китайского уже и нечего купить. Выбор вам не оставили. Где вы? Пишите. Пишите, что вы сейчас думаете, как вы на лету переобулись. и пишите, что вы думаете о своих блогерах, которые срали на китайские автомобили, а сейчас целуют их в попу. Пишите, 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 не пропадайте, живы ли вы там еще. Всем удачи, до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok